Душа была полна Мам, смотри, какой хороший Что, коренька? Какие животные? Сол вон О, смотри, смотри Я ехал домой Дорогая луна Та-ра-та-та Та-та-та И ехал домой Смотрела в окна Смотрела в окна Скучного вагона Я ехала домой Ах ты, собака! Ах ты, 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 ты от меня не уйдёшь, гадина! Ах ты! «Песлятит, Эд! Она тебя даст! Спряталась, я тебя, гадина достану!» Дядя Миша, что же так? Что случилось, дядя Миша? Он там! Кто там? Враг! Джек! Расселтерьер! Ага. Ди сюда, подлый зверь. Простите. Джек-потрошитель, вот он кто у вас. Аня-терьер. Он у меня очень самостоятельный. Волька! Возьмите, тяжелый какой-то. Иди сюда. Что ты творишь? Просто понимаете, их выводили, как норных псов. Знаете, из нор лис таскать. А вы уверены, что для лис? Ой. А я вас знаю. Вы, вы Покровская. Вы писательница Марина Покровская. Слушайте, какие вы удивительные пишете детективы. Мы все читаем с таким удовольствием. Спасибо. Просто меня всегда интересовал вопрос. А как вы начали писать и где берете сюжеты? Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что вам сказать, голубушка, если энергетический поток не изменится, то он обязательно приведет к вам избранника. Всенепременно приведет. А этот поток, он что, может измениться? Конечно. Энергия субстанция нестабильная. Вижу негатив. Плохо думаете о ком-то? Так о ком я могу плохо думать, я... Не срубили кого-то? Я? Не знаю. Закройте глаза. Что? Закройте глаза. И думайте. Думайте, думайте, думайте. Образ сам придет. Не приходит. Придет. Сегодня, завтра обязательно придет. Никуда не денется. Вы, главное, думайте. И что делать, если он придет? Попросить у него прощения. А этот избранник, он точно будет, если поток не изменится? Точно. Колесо «Фортуна» уже запущено. Вероника Павловна, подождите. Мы не закончили. Вам необходимо еще кое-что сделать. Возьмите. Вот масло. Его нужно капать в воду и нагревать на свече. Это просветляет ауру. А вот дыхательные упражнения. Будете делать, пока горит свеча. А сейчас ступайте мимо Никольского собора. Там, при входе в парк, лоток с мороженым. Нужно купить мороженое и все непременно съесть. Только нужно сделать это обязательно. Ясно? Ясно. Выполните все, что я вам велела, и через месяц ко мне. Ступайте. Хорошо. Но если образ явится раньше, приходите тотчас же. Здрасте. Здрасте. Тете, тебе не стыдно? Совсем ни капельки не стыдно? А чего я должна стыдиться, дорогая моя племянница? Да какие-то капли. Масло. Ну это же надувательство какое-то сплошное. Ну хорошо, вот она придет сейчас в парк, купит мороженое и будет ждать перемен. А ничего не произойдет. Мужья от мороженого не появляются. И что ты ей скажешь, когда она придет к тебе в следующий раз? Она к нам больше не придет. Это почему это? А ей будет не донос. У нее будут свадебные хлопоты. Ого, надымило-то. Дышать нечем. Ничего страшного. Это нужно для дела. Ты мне лучше расскажи, где ты была. Я решил, что ты села на пароход до Гельсенфорса. В чем тут Гельсенфорс? Волька от меня сбежал, устроил в ресторации, переполох. Мы с ним извинялись. Опять этот Волька. Извинились? С трудом. Пришлось съесть два салата роза. Причем без розы. Вот какая ужасная собака. Зачем она тебе? Кто тебе ее разрешил? Алекс? Алекс? Охранная собака. Он будет меня охранять. Тебе что, угрожает опасность? Сама я себе ее разрешила. Алексу все индифферентно, включая меня. Живет он только своим новым романом. Чай. Отличный индийский чай. Терпеть не могу чай. Смотри мне кофе. Ну какой тебе кофе? У тебя давление. Можно подумать, что нет кофе без кофеина. Мария, твой муж гениальный писатель. А чем занимаешься ты? Детективы пишу. И тоже считаешь себя писателем? Или как там у вас это называется? Белетрист? Ну что ты, тетя, какой я писатель? Так, одно название. Это в тебе говорит ущемленное самолюбие? Да ладно. Какое ущемленное самолюбие? Наша с Алексом жизнь летит под откос, как взорванный партизанами эшелон. А я смотрю на это и делаю вид, что так и надо. Ты преувеличиваешь. Да фига с два. Если бы ты знала, когда он мне последний раз дарил цветы. Пять лет назад. Мы еще здесь жили, до переезда в Москву. А когда я его спросила, а ты знаешь вообще, какие у меня любимые цветы? Он сказал фиалки. Ну красивые цветы. В горшках. А я люблю пионы. Я люблю гвоздики. Я не знаю, я тюльпаны люблю. Ты знаешь, в чем проблема? Нет. Ты живешь рядом с Алексом Шенгиреем. И тоже пишешь. Это все равно, что Софья Андреевна Толстая занялась бы сочинительством, и они бы с Любовым Николаевичем писали бы на перегонке. В разных комнатах. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Но каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Неверная жена была задушена шнуром от настольной лампы. Ну вообще-то писать я начала раньше него. И потом, какой мне муж? Так, не муж, друг сердешный. Может, до сих пор даже с ним не расписаны. А сколько времени вы вместе? Семь лет, семь месяцев и семь дней. С половинкой. Ладно, бог с ним, с Алексом. Тем более, что между нами шестьсот тридцать пять ферстов. И то, если по прямой. У нас сегодня какие планы? Сколько народу? Много у нас человека? Народу никого. В смысле? Сегодня будет один вчерашний клиент. И этот клиент просил, чтобы мы были наедине. Значит, секретики? Ну и пожалуйста. Даю тебе выходной. Сходи куда-нибудь. Разбейся. Кино или сигарный клуб. Вот. Твой Вальдемар, похоже, места знает. А вечером поужинаем. Мария, возьми зонт, будет ливень. По прогнозу, целый день солнце. Прогноз врет. Ты вся промокнешь. А дождь будет, потому что… Так, все понятно, колесо судьбы уже запущено. Все, я твой зонт все непременно потеряю. Целую тебя и люблю. Если бы я взяла зонт, колесо судьбы повернуло бы совсем в другую сторону. Прошу. Прости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте. Дим, ну что у нас тут? Ну что, смерть наступила вчера, около девяти вечера. Ее задушили. Шно-робот на стольной лампе. Чем? Простите, задушили. Спасибо. Мария Алексеевна. Да. Соберитесь, пожалуйста. Вопросов много. Вам бы сосредоточиться. Угу. Все, я сосредоточилась. Пожалуйста, задавайте вопросы. Угу. Кем приходилось вам покойную? Теткой. Угу. А чем занималась ваша тетя? Ну, то есть, какой у нее был род занятий? Экстрасенс. Ну, что вы так смотрите? Экстрасенс с самой высокой пробы. Или, как там правильно говорят, очень большой силы. Угу. Понятно. Истреляла, провидела будущее, заглядывала в прошлое. Угу. И предсказания делала, да? Предсказывала. Мария, у нас сегодня грандиозный прием. Будут почти все постоянные. Ты внимательно записывай и ничего не пропускай. И при к чертовой матери эту собаку заприли где-нибудь. У него вчера так курчало в ушвоте, что я не могла сосредоточиться. Мария Алексеевна. Мария Алексеевна. Да? А я смотрю, прописочка-то у вас московская? Угу. А тетушку что же? Навестить приехали? Нет. Я приехала ей помогать. Помогать в чем? В работе. Вы тоже экстрасенс? Нет. Я писательница. Ага. Просто, понимаете, у тетушки, у нее было очень много клиентов. И, ну, ей помогала всегда секретарша. А так случилось, что она заболела. И тетушка позвонила мне и попросила ей помочь. А поскольку мне в Москве решительно было нечем заняться, я приехала ей помогать. Значит так, в твою задачу входит встретить клиента, сопровождающего, если таково имеется. Угостить чаем, кофе и проводить туда. Сама же, тихонечко. Приходишь под суда. А-а-а. И вот на этой карточке коротенько записываешь все, что видишь и слышишь. У меня такие карточки есть на каждого клиента. Карточка? А что, компьютер может испортить ауру? Мария, компьютеру я не доверяю. Любой жулик может произвести взлом. А здесь все-таки секретные данные клиентов. Подождите. Получается, вчера вы тоже были здесь? Да. О, нет. Ну, вернее, не так. Тетя отдала мне выходной. Я отсюда утром ушла. Почему? У нее был какой-то секретный клиент. Ага. И где вы были потом? В Англии. Где? Гостиница такая. Я там живу. Ой, боже мой. Разверлились клябе небесной. Анечка, можно ключ я свой в номере оставила? Конечно, Алина Алексеевна. Промокли. Ой, вообще. И насквозь. А прогноз солнца обещал. Ну, конечно. У нас же синоптики, как саперы, ошибаются один раз. Но каждый день. Мы пошли слушаться. Давайте. Ой. Где тут она? А? Алло, тетя? Ну что, мы с Волькой промокли. Ты была права. Давай перенесем наш ужин. Я сейчас залягу в горячую ванну, а потом, я себя знаю, я захочу сильно спать. А почему вы жили в гостинице? Что, родная тетушка не могла вас привидеть у себя? Не могла. У нее тут аура. Вообще-то, у меня была в Питере квартира. Наследственная. От дедушки-авиаконструктора. Но, когда мы переезжали в Москву, Алекс сказал, что ее нужно продать. И мы ее продали. Какой Алекс? А? Да? Не обращайте внимания. Это я о своем. И теперь получается, что кроме Викуси у меня никого не осталось. А Викуси кто такая? Это моя вторая тетка. Это вот родная сестра Эмилии. Теперь даже не знаю, какие сообщить обо всем. Так почему же вы у нее не остановились? Ну, так потому что у нее Фауст. Фауст? Фауст, это овчарка ее. А мой Волька, он слишком задиристый. Они бы просто не ужились. Понимаете? Я смотрю, с тетями у вас отношения специфические, да? Нет, нормальные. У меня отношения. Вы сказали, что ваша тетя ждала какого-то секретного клиента. А о кого не говорила? Нет. Подождите. Она сказала, что этот клиент приходил накануне. А вы, конечно, не помните, кто приходил к ней накануне. Почему это я не помню? Помню, конечно. Конечно. Первая приходила Ольга Ветрова. Она приходила со своей девочкой, а у девочки синдром Шуня. Это такое расстройство нервной системы, когда человек почти не разговаривает. Здравствуйте. Здравствуй, Марфуша. Вот твои карандаши. Помнишь, мы рисовали в прошлый раз. Идем со мной. Идем. Здравствуйте. Здравствуйте. Может быть, чай? Кофе? Спасибо. Нет. Потом пришел Сергей Шорохов. Инженер. Понимаете, вот это фото, все, что у меня от нее осталось. В три года меня забрали в приют. Ему надо было знать, жива ли его мама. Он вырос в приемной семье. Ему совершенно необходимо было ее разыскать, если она еще жива. Жительство в детдоме никто не знал. После Шорохова пришла караван. Караван. Караван? А, ну, не караван. А в смысле караван. Ван-кара. Ну, такая блогерша. Сейчас очень модная. Она пишет обо всем на свете. Вы не слыхали? Не пугайся, сестренка. Это мое. Стой там. Солнышко, я тебя тут подожду. Ясик, я же сказала, чапай на студию, чтобы духу твоего здесь не было. И передай им, что мне нужен гример. Иначе порву всех на мелкие клочочки. Ну, все, пошел вон. Давай. Слушай, а принеси что-нибудь хлебнуть, а? Есть вода с PH-7,4? Чего? Ну, вода с уровнем PH-7,4. Ну, вода есть в кране, а есть минеральная в бутылке. Какую принести? В бутылке или из-под крана? После блогерши была Вероника, бухгалтер. Уберите ее! Я собак боюсь. Так это не она, это он. Волька, тихо, не хулигань. Не переживайте, он не тронет, он добрый. Нет, нет, я не войду, я боюсь. Ну, хорошо. Так, пойдем-ка со мной. Волька! Она была уверена, что злая соседка наложила на нее венец безбрачия. Она меня прокляла, соседка, двадцать лет назад. Она за Вадик собиралась, а он меня увидел и полюбил. Венца безбрачия не вижу. Она к колдуньи ходила, я точно знаю. Венца безбрачия нет. Ну, как же, почему ж тогда замуж никто не берет? Придете завтра. Сегодня энергетический портал еще не открыт. А я вас знаю. Вы писательница Марина Покровская. Пишете классные штуки. А, да, спасибо, я стараюсь. А я Лев. В смысле, не царь зверей, это имя. Лев Сергеевич, граф. А граф это не титул, это фамилия. Лев, граф. Граф, Лев. Ужасно. Забавно. А это что за тип? Это вовсе не тип. Очень симпатичный мужчина. Он сказал, что пришел по рекомендации кого-то из правительства, и что у него к тетушке конфиденциальный разговор. А потом был курьер. Здравствуйте. Эмилия Поливанова? Нет, я ее племянница. Доставочка и любезная сеньора. Распишитесь. Давайте. Хорошо. Любезная сеньора. Благодарю. А от кого посылка-то? Но вам виднее. А что было в посылке? Собака. Еще собака? Ну, игрушечная. Ага. Ну, а последней в этот день была Ирина Горохова. Моя фамилия Горохова, мне на шесть назначена. Куда проходить? И она хотела сменить работу и посоветоваться на эту тему. Сменить работу. Все? Все. Вот здесь напишите. С моих слов записано верно. С моих слов записано верно. И вот здесь подпись. Угу. Поливанова. А дальше что? А дальше ничего. Отпечатки свои оставите и можете быть свободны. Вот здесь еще распишитесь. А зачем отпечатки? Ну, как зачем? Чтобы отделить ваши пальчики от остальных. Значит так. Если вы понадобитесь, следователь вам позвонит. А если понадоблюсь я, или возьмем какие-то другие вопросы, то вот моя визитка. Старший оперуполномоченный Котейка. О, Господи. Мань, ты звонил, прости. Я спал. Ты три часа, ты что, ночью работал? Послушай, я прочитал твою смс-ку. Я не понял, что с Эмилией? Ее... Ее убили. Как убили? Ну, что за бред? Понимаешь, я просто принимала ванну в гостинице. И должна была к ней вернуться. И если бы я вернулась, то ничего бы не произошло. А я не вернулась. Алекс, понимаешь? Манечка, 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 тише-тише, подожди. Ты должен приехать, пожалуйста, сегодняшним поездом. Алекс, я тебя очень прошу. Я не могу сегодняшним, мне надо писать. И Анна Осиповна звонила. И вообще, ты успокойся. Ну как? Ну как? Ну как я могу успокоиться? Ты понимаешь, что я ее видела? Она там лежала, вот все был на шее, шнур. Я понимаю. Маня. Маня, ты меня слышишь? Ты должна вернуться в Москву. Я должна найти убийцу. Ты с ума сошла? Так, давай договоримся так. Ты сейчас пойдешь гулять, выпивать все, что угодно. Только не оставайся одна. И я завтра приеду, и мы все решим, хорошо? Пообещай мне, Маня. Я тебе обещаю. Пока. Ну и что? Ты тоже считаешь, что я должна пойти гулять, выпивать что угодно? А если они никого не найдут? Мы с тобой только картотеку заберем. Не беги. Заходи. Заходи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте. Здравствуйте. Волька, тихо. Что-то случилось? Эмилю убили. Как убили? Задушили шнуром от настольной лампы. Так что все, приемов больше не будет. Да что же это такое? Кто убил, зачем? Я не знаю. Вчера вечером. Ясно. Мы пойдем. Скажите, Ольга, вы заходили к ней вчера? Нет. Нам было назначено на сегодня. Здрасьте. Здравствуйте, Машенька. Здрасьте. Ой, какое несчастье. Какое страшное несчастье. А что, так ничего не известно? Полиция что-нибудь выяснила? Нет, ничего не известно. А это женщина с девочкой. Она что говорит? А при чем тут эта женщина с девочкой? Да она ведь была вчера здесь. Одна, без девочки. Мы с ней на лестнице встретились. Она как раз выходила из квартиры Эмилии Дмитриевны. Стойте. Ушла. 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 Она была в ночь, что ли? А ключи там остались. Растяпы мы с тобой, Олька. Растяпы. Кто там? Фауст, спроси, кто? Фауст. Ой, Фауст. Привет, мой хороший. И Куся. Маня. Привет. Я там. Я последний раз видела ее почти год назад. Нет, мы перезванивались все время. Но вообще это странно. Живем в одном городе, а как будто на разных планетах. Надо же похоронами заниматься. Моя девочка. Да погоди ты, похоронами заниматься. Там сейчас полицейские разбираются, какое-то там вскрытие, экспертизы. Потом, когда можно будет, я все сама сделаю. Господи, все на тебе. Все наши печальные дела на тебе. Не говори, пожалуйста, глупостей никаких. Переезжай-ка ты к нам с Волькой. А Фауста я соседям пристрою. Нет, мне сейчас одной будет легче. И я, между прочим, живу в очень хорошей гостинице. А разве в гостинице с собакой можно? Ну, в это и можно. Как интересно. Надо же. Смотри. Настурция. Она ведь однолетняя. Значит, получается, седьмая? Седьмая. А что, Алекс? Все хорошо. Сказал, что завтра приедет. А что ты говоришь? Седьмая. Звучит песня. Седьмой. А теперь! Почти. Ну, а что ты! Скорость не подчинет. Сегодня? Нет, сегодня я не могу. Дело в том, что сегодня я... Мне нужно уехать в Петербург. Да. И что вам в Питере не жилось? Ну, Викусь, ну ты же знаешь, что издательский дом Лиана переехал в Москву. Ну и что? Писать можно в Питере, а вот издаваться где угодно. Ну, Алекс решил, что и нам нужно переехать в Москву. А ты же знаешь, что я всегда его во всем слушаюсь. Он у нас гений, а я так, не пойми что. Манечка, а у вас с Алексом все в порядке? Все хорошо. Все просто замечательно. Алекс, дорогой мой, поедете позже. Мария взрослый человек, она прекрасно справится сама. А, но... У вас контракт. Никаких возражений. Что текст? Питере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Тихо. Ну что, Волька? Я иду на дело. Ты остаешься за старшего. Ну, пожалуйста, только не начинай. Я прошу тебя, я тебя не возьму с собой. Не обижайся. Как я тебе? Нормально? I'll be back. I'll be back. I'll be back. I'll be back. Грехи мои, тяжкие, штутка стенись. Ой, это ж надо так. Шла за сон, убила, сон забыла. Ой, что ж. Ой, чё. Так. 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 А где картотека? Марина? Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас что, напугал? Простите, пожалуйста. Вы бегали? Спортом занимались, да? Я граф. Я лев-граф. Помните, мы встречались у Эмилии Дмитриевны? Мария, проводи. Марина, у меня нет с собой вашей книги, но в следующий раз я обязательно захвачу. Вы дадите мне свой автограф? Конечно. А какой роман мне взять с собой, какой вам особенно дорог? Лев, а у вас подборка? Я очень люблю детективы. А что вы тут делаете? Я, я здесь живу. А вы? И я тут живу. Ух ты, такое совпадение. Смотри, а я опять без книги. А, совпадение? Ну что ж, Марина, до встречи. Да, всего доброго. Боже, какой мужчина. Суну его в корзину, отнесу к лесу и брошу его там к лесу. Тетя, тетя, скажи мне, пожалуйста, а зачем к тебе приходил этот тип? Что ты кричишь? Я не могу повторить его просьбу. Эта информация конфиденциальна. Ну, просто ты сама меня просила, чтобы я всех посетителей заносила в картотеку. Смотрите, у меня какое предложение. Давайте пройдем, выпьем чашечку кофе. Я схожу, возьму книгу, вы мне подпишете. Мария, если он тебя позовет, куда не отказывай. Сходи. Тетя, за кого ты меня принимаешь? У него даже имя одно. Мавитон. Лев Граф. Сходи. Никуда я с ним не пойду. Ну и потом, он меня не приглашал никуда. Может быть, мы вообще с ним больше никогда не увидимся. Увидимся. Увидитесь. Ой, хватит изображать из себя пифию. Клиент ушел. Тетю убили. Вы в курсе? В смысле убили? Задушили шнуром от настольной лампы вчера вечером. Простите, это какая-то глупая шутка? Это не шутка. У полиции есть версия. Но они ими со мной не делились. А действительно, пойдемте выпьем с вами кофе. Если бы я знала, что в этот момент моя жизнь изменится раз и навсегда, я бы ни за что не пошла пить кофе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы вчера у нее были? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Марина, я не убивал Эмилию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Были или нет? Ну, допустим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Понятно. Значит, именно вы тот? Тайный клиент. Во сколько вы от нее ушли? Около шести. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зачем вы к ней приходили? По делу. Не скажете. Вы ведете собственное расследование или это репетиция допроса для нового романа? Я решила найти убийцу. Малин, вы затеяли опасное предприятие. Берегитесь. Лев, вы верите экстрасенсам? А вы нет? Считаю, что это мракобесие. Ну, чтоб не было мракобесия, нужно преподавать квантовую механику с первого класса. Малин, ваша тетя была особенным человеком, особенным во всех отношениях. И убили ее неспроста. На вашем месте я бы вообще уехал из города. Это почему это я? Должна уезжать из города? А потому что вы были на всех сеансах и наверняка видели убийцу. И убийца видел вас и наверняка жаждет встречи с вами снова. В этом наше желание совпадает. Выпьем? Угу. Что будет пить сеньора? Давайте бокал красного. Вы не против? Я не против. Каберне-савиньон? Годится. Понимаете, самое главное, нужно установить мотив. Вот, например, какой мотив мог быть у вас? Да какой угодно. Вы же знаете, что мотив установить непросто. Пожалуйста. Вы же писательница. Вы понимаете, что в книгах совсем не так, как в жизни. Мотив преступления может быть закопан очень глубоко и не быть очевидным. Простите, вы же Марина Покровская? Вы детективы пишете. Я вас по телику видела. Можно автограф? Как вас зовут? Катя. У меня же говорила, это она. Катя. Я не верю. Спасибо. Я так рада. Спасибо. Хорошего я еще вам, ребят. Ну что? За что будем пить? Ну, давайте без тостов. Просто почтим память Эмилии. Хорошая вина. Марин, я вас очень прошу, оставьте поиски преступника профессионалам. А сами возьмите лучшее, напишите хорошую книжку. Нарадость всем. Волька, представляешь, я встретила Льва. Не в Африке, а в баре. Только я не смогла его укоротить. Проговорили полчаса, а он так мне по существу ничего и не сказал. А ведь он мог быть последним, кто видел тетю. Вполне себе возможно, что он и есть убийца. А если это так? Может, ой. Да что ж такое-то? А меня просто... Ой, идиот. Сейчас я поеду... Ой, что... Ой... Ой, ох, 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 ох. Знаешь, ничего страшного? Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Диа Торзок Дима Торзок Отдай! Маня! Что случилось? Любимый карандаш. Смотри, что он сделал с моим карандашом. Волька, тебе не стыдно? Ну, Алекс, теперь у тебя два карандаша. Зачем надо было заводить эту собаку, тем более такую бестолковую? Значит так, во-первых, она толковая, а во-вторых... А, я вспомнил, она тебя охраняет. На тебя уже кто-то напал? Нет, пока нет. Меня просто вообще никто не замечает. Знаешь почему? Потому что я ноль. Пустое место. Волька, за мной пошли. Алекс у нас очень занят. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Маня. Дэн. Вы нас не ждали, а мы приперлись. Привет. Я пройду. А хозяйка дома, Мария Алексеевна, здесь Дэн с туалетов. Так, а маня в Питере. Не может быть. А ты откуда взялся? Так прямиком оттуда же. Моя ненаглядная. Тёща Колечка, которая, как ты знаешь, такие материалы пишет, что даже крокодилы, как тебя читают, плачут. Заводились в один из столичных бомондов. Я подумал, к ней приклеится, чтобы получить пару говорящих попок для нашего журнала. Но номер не прошел. У них там все строго. Приклашения, дресс-коды и все такое прочее. Так, пробуем. Нектар, амрозия, пища богов. Чаю, да? Ну что, Олька, все выходы нам с тобой перекрыли, только плен таким не бывает. Плен бывает в каком-нибудь сыром подвале, или в заколоченном сарае, или в квартире с матрасом на полу. Олька, за мной! Олька, за мной! Олька, за мной! Жрать хочу. Умираю. А чего Маня в Питеру катила? На болото потянула? Пропал Снупе? Ушел на болото и не вернулся? Эмилия позвала помочь. Да ладно? Честное слово. Та сама Эмилия Поливанова, которая наложением рук лечит и будущее, как газету читает? Угу. Хм. Кстати, нужно будет Марью Алексеевну раскрутить. Правда ли ее тетушка таки према Фотоморгана, или все это ловкостьюрка и никакого мошенства? Ее убили. Маню? Тетю. Лечитская сила. И Маня теперь хочет сама найти убийцу. Угу. Узны брат Колю. Когда Балашова убили, она что же ринулась злодея фискать, чтобы Володьку Берегового спасти? Да на нее телефон не работает. В каком смысле? В прямом. Абонент недоступен. Болька, ты чего-нибудь понимаешь? Вот и я не понимаю. Так. Последний день. Ну, надо ехать, Алекс. Я не могу, у меня роман. Какой роман? С кем? У тебя любимая женщина в беде? Да ни с кем. Мне надо роман сдавать. Может, она вообще не в беде. Может, она просто со мной разговаривать не хочет. Так, 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 так. А вот с этого места я попрошу поподробнее. Значит так, дорогой мой. Карточки мы эти забираем. Загостились мы с тобой. Так. Если. Дэна, я не понимаю, что ее не устраивает. Я ее люблю. Мы оба пишем. Я с уважением отношусь к ее книгам. Не ругаю, не критикую. Читаю. Ну, иногда читаю. Но, но она… Так вот, а что она? Она завела собаку. Угу. Какую собаку? Маленькую, дурацкую. Дурацкую? Да. Мне все ясно. Что тебе ясно? Алекс, ты когда в последний раз в окно к любимой женщине лазал? А при чем здесь окно? Ладно. Я вечерней лошадью обратно. Где она остановилась? Я так понимаю, вас теперь в своей квартире в городе на Неве нет. В гостинице. Угу. В какой? Она не сказала. А ты не спросил? Нет. Замечательно. Александр Павлович, пора лезть в окно. Выберемся из крепости. Сейчас. Не бойся. Не бойся, Волька. Я с тобой. Так. Где машина пропадала? Ух. Я пасушу. Ну, конечно. Волька, ищи выход. Волька, какой же ты у меня молодец. Волька. Так, сторож. Волька. Волька, за мной! Здравствуйте. Простите, пожалуйста, не пугайтесь. Если бы я не окликнула человека с велосипедом, все сложилось бы иначе. Мы тут гуляли и, видимо, заблудились. Не подскажете, где мы? Там, вон, Приморская улица, там Финский залив. А, да вы что, а до города далеко? До какого города? До Зеленогорска километров пять. Погодите, а до Петербурга? Ну, думаю, пятьдесят. Да вы что? А я вас знаю. Вы Покровская писательница. Я вчера про вас передачу видела, где вы рассказывали, как начали писать и где берете свои сюжеты. А меня Полина зовут. Да очень приятно. Да ваша огромная поклонница. Проходите. Ой, а может быть кофе? Не беспокойтесь. А воды? Вашей милой с табаке. Ой, нет, спасибо. Полиночка, вы лучше подскажите, как нам до электрички добраться? А вам в город надо, да? Да, мне очень нужно в гостиницу. Меня там ждут. Мой муж вас может подбросить. Он как раз в Питер по делам собирается. Да вы что, правда? Да, это было бы очень хорошо. Вот, несолонно хлебавший. Мой любимый роман. Видите, всегда под рукой. Мне приятно. Давайте я вам его подпису. Спасибо. Поля, Полина, ну где ты там? Ну, знаю, что мне ехать надо. Дюш, посмотри, какая у нас гостья. Здрасте. Здрасте. Дюш, ты что, не узнал? Это же Марина Покровская, наша любимая писательница. Да ладно. Эдуард, для своих Дюша можно на «ты». Маня, Маша. Марина. Дай ручку. Очень приятно. А вы тут живете? Ну да. Что? Нет, простите, ничего. Вот так давайте ручку. Дюш, Марине нужно в город. Подбросишь? Да не вопрос, подбросим. А еще я люблю роман «Большая четверка». Там злодей снежной. Ну вот, карета подана. Ничего себе! Мама дорогая, это что, мотоцикл? Вы не волнуйтесь, на нем безопаснее, чем на машине. Он у меня смирный. Ну, если шинкеленин давать. Ой, слушайте, а может, все-таки на электричке, а то и с Волькой. Да собаку-то мы посадим. У моих знакомых мини-буль. Иногда просят посидеть с ним. Так что вот, пришлось приобрести. Ну, для транспортировки, так сказать. Ух ты! Волька, смотри, какое обмундирование. Класс. Так, ну что, теперь тогда рассказывайте, как на него садиться. Да как на велосипед? Только сначала я, а потом ты. Ничего, что без церемоний? Ой, без церемоний очень даже хорошо. Ну что, помогайте нам. Ну, давай. Поленька, ой-ой-ой, подождите. Оп, опа. Осторожно. Оп. Хорошо. Девай, и держись за меня. Хорошо. Полечка, давай, далечко. Ой, спасибо большое, Поленька. Ну что, поехали? Поехали. Музычку включить? А? Музыку! Да, давай! Добрый день. Здравствуйте. Я бронировал. Ваш паспорт, пожалуйста. Прошу. Спасибо. Хорошо у вас здесь. Тихо. Спасибо, Дюш, было очень круто. Да приходи еще, покатаемся. Дорогу знаешь. Да. Скажи, пожалуйста, а вот там рядом с вами такой дворец за забором. Какой дворец? Ну, такой серый, двухэтажный, с… Ха, так у нас там везде дворцы, богачи замков понастроили, к заливу не пройти. Хотя место хорошее. Волька, не беги, нога болит. Пойдем. Здравствуйте. Доброго дня. Здравствуйте. А по Ливанову никто не спрашивал? По Ливанову? Нет, никто. Ну, как? Совсем никто? К сожалению, совсем. Ань? Нет, никого не было. А вы тут с самого утра? Семи часов. Понятно. А, вы знаете, у меня к вам просьба. Вы не могли бы мне дать позвонить? У меня просто вот телефон мой сломался. Да, конечно. Спасибо. А можно я вас, Дмитрий, попрошу? Вы не посмотрите? Там, по-моему, что-то с сим-картой. Да, без проблем. Да, спасибо. Алло. Алло, Алекс, ты приехал? Маня, ты приехал? Нет, я спал. Ну, как спал? Где? Дома. А, ну, то есть, получается, ты не приехал. Куда? В Питер. Маня, я не могу тебе целый день дозвониться. Где ты была? Почему ты не приехал? Ну, ну, понимаешь, у меня совершенно нет настроения кататься. А я тебя очень ждала. Я думаю, ты сама приедешь. Ну, ты же мне обещал. Манечка, ну, так получилось. Ну, я же пишу. Ну, Алекс. Ну, ну, Маня, ну, лучше ты приезжай. Я не могу. Мне надо заниматься похоронами тети, и мне запретила полиция. Почему? Потому что я в ближайшие родственницы, и это я наследница, и, ну, и, конечно, подозреваемая. И еще, Алекс, меня сегодня похитили. Ой, Маня, ну, не выдумай, пожалуйста. Ну, давай, как освободишься, приезжай, ладно? Ладно. У вас тут симки вообще нет. Ну, это ерунда какая-то. А можно что-то с этим сделать? Да, конечно. Номер зарегистрирован на вас? Да, на меня. Тогда нужен паспорт. Тут недалеко салон связи. А, да? Ну, спасибо вам. Очень хорошо. Паспорт. Паспорт, паспорт. 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 Засиделись мы с тобой, Олька. Так, пора и честь знать. За мной. Мой паспорт. Марин, доброе утро. А вы куда пропали? Я насчет автографа? Да, да, да. Вы чем-то расстроена? Нет, все, все хорошо. Вы меня простите, пожалуйста. Я спешу. Вы куда-то уезжаете? Давайте я с багажом помогу. Нет, никуда я не уезжаю. Или уезжаю. Слушайте, что вам вообще нужно от меня? Да нет, ничего. Просто хотел помочь. Не надо мне помогать. У меня все хорошо. Ой, господи боже мой. Это что такое? Вы почему хромаете? Потому что я подвернула ногу. Ой-ой-ой. Это где? На занятиях по альпинизму. Так вы еще и альпинизмом занимаетесь? Да, по четвергам. Ну-ка, давайте сядем. Ну... Давайте, давайте. Вот здесь. Аккуратно. Ой... Ну-ка. Нет. Давайте не бойтесь. Я не сексуальный маньяк. Да? Просто маньяк. Оставим это решать моему психиатру. Здесь болит? Нет. А что вы делали после того, как мы вчера расстались? Спать пошел? Куда? К себе. А зачем вы спрашиваете? Вот здесь болит? Да, болит. Спрашиваю, потому что нужно. Похоже, просто ушиб. Так что сейчас приложим лед. И ходить вам сегодня никуда не следует. Лед. Да, спасибо. Вы свободны. Угу. А вот это напрасно. А нога промерзла до кости. Ну, компресс для этого и существует, чтобы отек спал. Вы такой заботливый. Да. Лучше расскажите мне, зачем вы приходили к тете? К тете? Ну, я же вам сказал, по делу. Послушайте, Лев. По какому делу, сейчас уже не важно. Тетя погибла. А если не важно, зачем тогда спрашиваете? Вообще, весь сегодняшний день я предполагал кататься по рекам и каналам в Санкт-Петербурге. Угу. И что же вам мешает кататься? Ваша нога. При чем тут моя нога? Я собирался проделывать это в компании с вами. Вы решили за мной приударить? Ну, получается, что так. Я замужем. Нет, вы не замужем. Я навел справки. Ну, штамп тут ни при чем. Да, со штампом, без. Вы все равно не замужем. Это очевидно. Чай, кофе. Кофе. Скажите, Лев, а когда вы были у тети, вы говорили только по делу? Или, может быть, еще что-то обсуждали? Обсуждали. Ну, что именно? Много чего. Ну, например. Например, Хатея. Кого? У вашей тети была фигурка японского бога счастья Хатея. Она ей очень гордилась. Скажите, это ваш череп? А ты чей же? Симпатичное лицо, обаятельная улыбка. Он служит вам в практических целях или как изящная безделушка? Это череп халдейского мага из Мэмфиса. А вы говорите, ваш. Мария, поставь крайню на место. Да, точно. Была фигурка. Эмилия считала, что она очень древняя, она волшебная. Даже давала мне ее поддержать. Крайне увеситая штука, я вам скажу. Она думала, что фигурка сделана из золота, а сверху это просто такой футляр. Вот. Ага, сахар? Нет. Спасибо. А зачем вам тетя дала эту фигурку? Чтобы исполнилось мое желание. А каким образом? Процедура такая. Нужно 300 раз потереть о пузико фигурке и думать о желаемом. Терле? Да. Исполнилось желание? Я очень надеюсь, что оно исполнится. Марин, скажите, как вас называют ваши близкие? Маня. Ну, Марина Покровская это псевдоним, а все зовут Маня. Вы не будете против, если я вас тоже буду называть Маня? Нет, ну нет, я не буду против. Отлично. А пока я пойду погуляю с вашей собакой, время от времени ее ведь нужно выгуливать. Его зовут Вальдемар, и он с вами не пойдет. Ну, это мы сейчас посмотрим. Вальдемар, вставайте. Давайте с вами совершим променад. Следуйте за мной. Ах ты, предатель! Собачка и лев. Лев и собачка. Так, Маня, что с тобой происходит? Соберись. Льву, мастеру загадок, с уверением, что все тайное становится явным. Марина Покровская. Так. На-та-та. И так. С чего начать? Алекс бы знал, с чего. Ольга. Мария. Мария. Отойди, пожалуйста, Марфа, к матери. Все, сеанс окончен. Ну, как ты, а? Ольга Александровна, у нас сегодня особый день. День больших перемен. Ага. Собака. Что ты сказала, Марфуша? Его зовут Волька. Ты любишь собак? Добрых. Ольга, а вы вчера сюда не приходили? Нет. Нам было назначено на сегодня. Господи, да она же была вчера здесь. Одна, без девочки, вечером. Ольга. Ольга. Шорохов. Сергей Петрович, вы зачем ко мне пришли? Проверяете? Нет. Я же вам сказал. Я хочу узнать, жива ли моя мама. Я вижу, что женщина на фотографии жива. Угу. Но она не имеет к вам никакого отношения. Как это? Ваша маменька и папенька абсолютно благополучны. И в данный момент где-то отдыхают. Нет, ну… Сергей Петрович, идите домой. И запомните, ходить с оружием, набиваться, чтобы вас стреляли. Ну… Интересно. Что же означала тогда эта сентенция про оружие? Кара. Ну… И что вы скажете? Есть у нас перспективы с Ясиком? Нет. Что нет? Не вижу. Сейчас ничего не вижу. Блок. Напугала. Так можно и кони двинуть. Приходите через неделю. Ага. Четвертого. Будет пара от планет. Должна сложиться благоприятная энергетическая конъюнктура. Четвертого. Ну все. Четвертого я у вас. Да, всего доброго. Пуф. Зачем ты ей назначила второй сеанс? Ты че за неделю узнаешь, кто такой Ейсон? Да дрянь человек. И познакомили их специально, чтоб ее денежки прикарманить. А она пашет с утра до ночи. И зарабатывает не просто хорошо, а очень хорошо. М-м-м. А че ты ей ничего не сказала? Мария, а я заработать могу? От нее не убудет. Для нее это пустяк, а мне все-таки преработок. Пускай придет еще пару раз. Потом я придумаю, как это обставить поделикатнее. Влюблена она в этого Ясона. Кара-кара-кара. Кара-кара. Ирина. Какой у вас вопрос? Так я аж вроде объяснила. Нет, вы сказали, что хотите поменять работу. Какой у вас вопрос? Ну… Я просто хочу понять, стоит ли менять ее сейчас. На этой работе меня все устраивает, но там перспективы. Поэтому идти не о работе. Что? Ваш коллега, вернее начальник, женат. Очень любит свою жену и не собирается разводиться. Уходите. Вы задумали черное дело, я не хочу принимать в нем участие. Ну, а если я заплачу? Очень хорошо заплачу. Уходите. Уходите, да. Уходите. Большинство! Уходите. 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 Ну, с черным делом. А это воронка. И пока она открыта, нужно смотреть, чтобы оттуда никто не проник к нам сюда. А кто проник? Демоны. Проходите. Нагулялся, предатель? Мужчина, который гулял с вашей собакой, просил передать вам трость. Спасибо. Ольга Александровна. Да. Здравствуйте. Как вы меня нашли? У тети был адрес. Я хотела бы задать вам пару вопросов. Я не могу. Мне нужна у меня дочь с няней. Да-да, я знаю. Ее зовут Тося, и она сказала, что вы пошли в магазин. Я должна ее отпустить. О, прекрасно. Давайте вместе и отпустим. Ольга Александровна, только вы не бегите, у меня нога. Что вы хотели спросить? Скажите, а вы в школе работаете? Да, учителем русского языка и литературы. А давно у вас Марфа болеет? С тех пор, как родилась. А вы не пробовали ее лечить? Почему вы спрашиваете? Ну, вы же понимаете, что экстрасенсы не могут вылечить, или вы верите в эти сказки? Мы лечили Марфу с тех самых пор, когда стало понятно, что с ребенком что-то не так. И здесь в Питере лечили, и в Москве лечили. И ничего не помогало. Понятно. И пошли к экстрасенсам, как последней надежде. Ваша тетя обещала помочь. А зачем вы приходили к ней в день убийства? Ольга Александровна, вы же понимаете, что я не могу оставить все, как есть. Я не знаю, найдет полиция убийцу или нет, но я обязательно найду. Вы можете мне помочь? Сашка, спецназ, ты еще раз говорила, не кури в коридоре, на улицу вали. Осторожно. Здорово. Привет. Здрасте. Слушай, придумай сам, я скоро освобожусь, ладно? Да я же тебе говорю, что я скоро освобожусь. Ну, скоро. Скоро, значит, скоро. Подожди. Привет. Здрасте. А Ольга Александровна, я могу идти? Слушай, я хлеб забыла купить. Так я могу сгонять? Не в службу, а в дружбу. Хорошо. Алло. Марфа. Ну, что ты придумал, куда подходит? Привет. Чу. Помнишь меня? Поздоровайся, дочь. Здравствуйте. Здравствуй. Собака. Да. Ты с ним знакомилась, помнишь? Это самый добрый в мире пес. Хочешь, поглоти его? Ты помнишь, как его зовут? Волька. Правильно, молодец. Волька, сидеть. Можно, можно. Погладь его, погладь. Видишь, какая добрая собачка. А раньше все время молчала. Просто сидела и молчала. Не играла, не шалила. А теперь... Понимаете, лечение требует больших денег. Я все продала, когда муж ушел. И все равно не хватает. Я приходила к Эмилии попросить об отсрочке. И что она сказала? Ничего. Я не успела попросить. Я позвонила в дверь, она открыла и сказала, что не может со мной разговаривать. И все. А сколько вы должны, Эмилия? Много. Ну, конкретнее. Почти двести. Чего? Тысяч. Ничего себе. А вы как с ней рассчитываться собирались? Вы что, преподаете в школе для олигархов? Ольга Санна, хлеб. Тосенька. Извините. Спасибо, Тось. Пойдем, я тебе за дежурство, во-первых, заплачу. Ага. А Марфуша поела? Да нет, она отказалась. Я ей три раза предлагала. А она только компот пила. А так рисовала все время. Вот, держи. Это за прошлый раз и за сегодня. Спасибо большое. Возможно, мне не стоило бы поднимать эту вилку. Так, куда я ее? Может, сюда. Хатты. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда? Давно. Я не помню. Оля, Хатей был у нее в тот день, когда ее убили. Это я знаю точно. Да. Эмилия Дмитриевна отдала мне его в тот вечер. Она сказала, что я должна оставить Хатей у себя, гладить по животу и думать о заветном желании. А долго можно избавиться, если избавиться от кредитора? Может, этот? Нет, тоже не этот. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Такой же из меня есть Сергей Шорохов, как я собственной персоной Павлина Мордвинов. Зачем он вам воспотребился, не пойму. А вы знаете, дело в том, что я с телевидения. И мы хотим пригласить Сергея в программу. Бог мой, за что же Сереге такие почти? О, он перевыполнил план по строительству мостов. Нет, у нас программа называется «Ищу родных». А Сергей ищет маму. Маму? Я Серегу знаю сорок лет и первый раз слышу, чтобы он искал свою матушку. Ну, впрочем, чужая душа потемки. Может быть. А скажите, а вы могли бы со мной поговорить? Я бы задала вам несколько вопросов, составить биографию Сергея Петровича. Мне, конечно, прискорбно, Адам, что вас не занимает моя биография. Но почему бы нет? Чем, как говорится, смогу. Правда, биографии бывают только у писателей и, я не знаю, там, народных артистов, руководителей партии и правительства. У простых смертных биографий не бывает. У них только, некоторым образом, две циферки на могиле и полите. А, любопытствуйте. Ну, вот это, собственно, то еще состояла когда-то моя жизнь. Обломки прошлого. Извините, великодушно, угощать нечем. Филе жардиньер и копченый уголь под соусом Прованс давно улетучились из моего повседневного рациона. Весьма жаль. Имеется роскошный плавленый сырок. Триста граммов злодейки с наклейкой. Выпивать на обломках удел степняхов, чингвизидов, но никак не порядочных людей, как мы с вами. Но, как говорится, за неимением Гербовой пишем на простой. А вы? Спасибо. Мадам, я весь обратился вслух. А скажите, Сергей Шорохов, ваш сосед? Что, вызывает сомнения? А чем он занимается? Вы говорили что-то про мосты. Ну, вот этим и занимается мосты, мосты, мосты-строитель, наш Трега, мосты-строитель. Вы бы видели, как он рисовал в юносе, как мог бы стать большим художником, но не судьба. Да, вот ты, Павлина Мордвинова, судьба заграла в угол, сделала таким, каков он есть. Тетя, а погадай мне? Не стану. А почему? Ну, во-первых, близким не гадают. Ага, понятно. А во-вторых, пока не задан вопрос. У судьбы есть выбор? Да, судьба. У судьбы всегда есть выбор. Вы полагаете, нас в детстве с Серегой соединяла вот эта стеночка. Он на первом, я на втором. Выросли, я поступил в художественную, он в инженерную богадельню. Я выиграл грант, я поехал в Париж, а его распределили в Новосибирск. А когда вернулись, у меня, у меня, вон, две работы. Видишь, вон, две работы. Взяли сразу в русский музей. А Серега женился на своей клуши и растился по Питеру в поисках денег на пропитание. У меня персоналка в Москве, а у него военная контура в Рыбинске, которая делала эти, ну, эти плавающие мосты. А, Антоны. Вот именно. Я играл в Нью-Йорк. Я жил там на полной скорости, а Серега родил дочь и пытался свести концы с концами. Через десять лет я упал по объятиям Родины и выяснилось, что я тут никому не нужен. А что Серега, его дочь, умерла. Ее клуша, мамаша, покончила с собой. И в итоге мы снова здесь. Снова у нас с Серегой общая стенка. Он на первом, я на втором. Скажите, мадам, какая из этих двух жизненастоящая? Его или моя? Я не знаю. Придется идти с добавкой. О! Может, пошлем этого милого пса и ему и продадут. Он несовершеннолетний. А от чего умерла дочь Сергея? Врожденный порог сердца. Между прочим, прелестная девочка была. А почему нельзя было вылечить порог сердца? Сделать операцию, тем более это ребенок? В том-то и дело, мадам. В том-то и дело. Где-то у меня тут был породец этого милого дитя. Вот. Погубили под ужасе. Ее клуша, мамаша, как узнала про операцию, так прямо из больницы и побежала к этим бабам-знахаркам. Те молитвы читали, травы давали, но где хирургия нужна, там же молитвы не помогают. Верно? Это разные ведомства. У Бога свое, у докторов свое. Сереге потом сказали, если бы эту операцию вовремя сделали, через год бы про этот порог бы никто не вспомнил. А жена? Отравилась и записку оставила. Мол, муж во всем виноват. Я его просила, дескать, умоляла пойти к самой такой сильной знахарке, и он не пришел, и дочь погубила, и меня погубила. Вот и все дела. А теперь я спрашиваю вас, мадам, что из вышеописанного жизнь? Это черновик, а не жизнь. Ну, получается, что не черновик. Здравствуйте. Добрый день. Вы что-то хотели спросить? Нет. Да, да. А я вас узнал. Вы помощница этой идиотки. Нет, 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 нет. Экстрасенши. Да, Сергей Петрович. Так, что вам нужно? Сергей Петрович, пожалуйста, послушайте меня. Я сейчас вам все объясню. Поверьте мне, пожалуйста, я работаю помощницей, ну, в смысле, я устроилась к ней, потому что я на телевидении. Мы делаем программу, объясняем людям, что колдунам верить нельзя. Ну, это точно так. Правда. И я вас разыскала, чтобы вы мне помогли. А как вы узнали, где я живу? Ну, я же помощницу изображала, а там в базе данных есть ваш адрес. Вот ошибка-то. Надо было какой-нибудь липовый дать. А зачем вам понадобился экстрасенс? А вот это не ваше дело. Если у вас программа, вы должны понимать, что так продолжаться не может. А что именно? Обман. У них же целая преступная сеть. Мафия. Они людей оболванивают. Да ладно, оболванивают. Убивают. Подождите, кто убивает? Как кто? Экстрасенсы. Вот смотрите, идите сюда. Сейчас. Вот у меня тут материалы. Волька, сиди. Вот. Берите. Берите, берите. Это, это копии оригинала у меня дома. Это все, это все свидетельские показания. Некоторые зарегистрированы. Все по правилам. Нотариально. Вот. Вот, посмотрите. Видите? Да, да, да. Я вижу, вижу. Это свидетельские показания их обман и лжи. Да. Да. Вы оцените масштаб. Да, это очень масштабно. А вот это вот, материалы по детям. Боже мой. Я не могу ни до кого достучаться. Меня никто не слушает. Эти материалы я вам оставлю. И на программу приду. Я молчать не буду. Это очень хорошо. Мы обязательно воспользуемся и обратимся к вам. И спасибо, что не будете молчать. Это очень важно. Да. А если у меня вопросы появятся, как мне вас найти? Гостиница Англия. Англия. Номер 209. 209. Мария Поливанова. Мария Поливанова. Вместе. Ну что, Волька? Как думаешь? Убийца или борец правдолюб за народное счастье? А если убийца, зачем дал нам эту папку отвести подозрение? Вроде как про смерть тети знать ничего не знаю, ведать ничего не ведаю, да? Может быть. Ты же их не вылечишь. Врачи должны лечить болезни, не ты. Им бы хорошо иглоукалывание. У меня есть потрясающий кореец. Но он стоит денег. А мать работает в школе. Так не бери с них денег. Я и так стараюсь меньше брать. А ты вообще никаких не бери. Мария, ты глупа. Есть законы, которые я не имею права нарушать. Тетя, ты нарушаешь все законы на свете. Ты дурачь людей за деньги. Понимаете, в последнее время ей ведь на самом деле стало лучше. Я и поверить в это боюсь, и сглазить боюсь. Сеансов-то больше не будет. А вдруг ей снова станет хуже, а? Посмотри, что там с соседкой. Жила она? Да погоди ты. Я ж в спецназе. А он меня как пацана. Здравствуйте. Здрасте. У вас там открыто. Да, да. Терпи. Я их парку, как тузи-грелку, падлы. Люся, полицию вызывай. Нет, не надо полиции. Я сам уделаю. Да сядь ты уже. Ушли. Клады. Стройся. Оля. Ай, Оля. Ой, Оленька. Это вы? Откуда вы? Мимо проходила. Что случилось? На нас напали. Здоров. Училка где живет? А ты кто, мужик? Друг семьи. Марфуш, а я чайку сделаю. Не понял. Девчонку уведи. Глаза открываем. Слышь, училка? Глаза открываем. Вертай назад, что у ведьмы взяла. По-хорошему. Отдашь? Врить будешь. Не отдашь? Я тебя и крысенку твою на куски порежу. Кто на вас напал? Оля, кто? Бандюки какие-то. Марфа где? Марфа. Марфа. Какие бандюки? Марфа. Марфа, доченька. Мы не видели Марфу? Где Марфа? Марфочка? Марфа, доченька? Марфа. Марфа. Они забрали ее. Они забрали дочку мою. Оля. Они забрали. Оля, 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 успокойтесь. Воды дайте. Может быть. Да какую полицию? Воды или капли какие-нибудь сердечные? Дайте, скорее. Ну, скорее, скорее. Спасибо. Пейте. Оля, что они от вас хотели? Я не знаю. Я не знаю. Я бы им все отдала. Все. Что они искали? Может быть, вот это? Зачем вы это ко мне подсунули? Вернуйте. Вы же считаете, что я украла. Оля, вы дура. Ну, это же тетя вам отдала. Значит, это принадлежит вам, а не мне. Вот и, пожалуйста, трите. Сколько она сказала раз? Триста раз? И загадывайте свое желание. Звоню в полицию. Или вскоре. Так. Моя дочка. Морфуша, доченька моя. Маленькая моя. Доченька моя. Собака Волька. Куда вы нас ведете? В мой номер. Зачем? Теперь вы тут будете жить. Мария Алексеевна. Значит так. Зовите меня Маня. Мне так привычнее. А я, в свою очередь, буду называть вас Лёля. Но это никуда не годится. Почему? Очень хорошее имя, Лёля. Жить у вас никуда не годится. А, да, это точно никуда не годится. Какие варианты? Есть какие-то мысли? Лёля, соберитесь. Вы в ответе за свою дочь и не имеете права подвергать ее опасности. А бандюки, которые не получили того, что хотели, обязательно к вам вернутся. Поэтому сейчас мы все с вами идем ужинать. Я страсть как хочу выпить и закусить. Вы, Лёля, между прочим, тоже. Я не пью. Ну, а придется. Пойышной свободы. Будьте være! К слову, принцессы не могут дать! Ты — не Grin如果 Иди сюда! О, Алекс! На пуску! Да? Госпожа Поливагова, вы же меня обманули. Вам нет никакого дела до разоблачения экстрасенсов. И на телевидении вы не работаете! Сергей Петрович, подождите, пожалуйста! Зачем вы приходили? Вы же писательница! Детективчики кропаете! Да вы послушайте меня. Бумаги мне мои верните. Сегодня же. Да что вы, подождите, говорю. Вы своей подписаниной людям головы морочите, рейтинги поднимаете, да? А вы не подумали, что от вашего вранья доверчивые люди деньги теряют? Или жизни? Или вам что это? Отвал породы? Побочный продукт, да? Перестаньте орать, Сергей Петрович. Если я приходила, значит мне это нужно было. А свою папку с бумагами можете забрать сегодня в три часа. У медного всадника. Все. Хорошо. У медного всадника. Как она узнала? Что-то случилось? Орать он еще будет на меня. Правдорога. Доброе утро, Маль. Как ваша нога? Спасибо. Сегодня уже лучше. Проходите. Ну, вообще, я за Вальдемаром. У нас время прогулок. А, ну, конечно. Волька. Пятая нас Турция. Седьмая. Маня тоже, кстати, обратила на это внимание. Алекс, все-таки что у вас происходит? Я право не знаю. Вероятно, я что-то упустил. Что ты точно упустил? Так это гостиница, в которой остановилась Мария Алексеевна. Я вчера полгорода бегал. Домашняя? Домашняя. Да? Эть! Кино домыть! Было, было. И чего тебе мешало спросить? Я тоже не спросила. Да уж вы тоже хорошо, Виктория Дмитриевна. Хотела бы поблагодарить вас за трость. Спасибо большое. Она восхитительна. Очень удобно и с ней чрезвычайно легко передвигаться. Всегда рад. И я даже подумала, что я обязательно куплю шляпу к этой трости. Марфуша, пойдем. Шляпу к этой трости. По-моему, восхитительно. Здравствуйте. Здравствуйте. Лев, это моя подруга Лелик из Курска. А это Марфа, ее дочь. Марфа, посмотри, кто это? Ты его узнаешь? Волька, собака. Да, это собака Волька. А это Лев Граф. Лев, друг моей тети Эмилии. Лев, вы знаете, мы собрались завтракать. Вы не хотите к нам присоединиться? Ну, после прогулки. Спасибо большое. Но я уже завтракал. Мань, я хотел спросить, вы могли бы сегодня уделить мне некоторое время? Ой, я даже не знаю. У меня полно дел. Я так понимаю, вы продолжаете свое доморощенное расследование? Я, ну, да. Будьте осторожны. Кто эта женщина и девочка? Я же вам сказала. Вы сказали первое, что пришло в голову. Откуда вы знаете? Мань, вы не умеете врать. Будешь рисовать? И потом, со мной вы можете быть совершенно откровенны. Знаете, Лев, у меня к вам будет просьба. Помните, вы предлагали прогулку по каналам? Да. А не могли бы мы сделать так, чтобы покататься всем вместе? Мне кажется, девочке это будет полезно. Хорошо. Я все организую. Да. Вольдема, пойдем. Не отвечает? Глухо. Как в танке. Что будем делать? Так. Ну, для мозгового штурма очень хорошо помогает стаканчик виски. Мне-то одна подруга просветила, и, оказывается, я в нем раньше вообще ничего не понимал. А он бывает односолдовый, купажированный, островной, береговой, дымный. Твоя подруга алкоголичка? Нет. Наверное. То есть, не будем. Хорошо. Итого, в Питере, всего-навсего, полторы тысячи постоялых дворов. Держи. Если Маня не записалась при заселении, благодарю, как Маргарет Митчелл, то тогда, как говорится, десять тысяч озер воды, сеньор, и золотой ключик у нас в кармане. Подожди, Дэна, она же мне вчера звонила вечером. Правда, с другого телефона. Она, посмотри, может быть, это ресепшн? Стрелять, колотить. Алекс и молчит. Какого черта я перся сюда, через весь город? Чайку попить. А завтрак, девочки, я заказала в номер. А кто этот мужчина? Лев Граф? Он гуляет с Волькой, когда мне не досуг. Что же нам делать дальше? Так, Лёля, что же нам делать дальше? Значит, так. Надо позвонить на работу и отпроситься дня на три. Я сейчас кое с кем встречусь, потом я вернусь, а там дальше мы посмотрим. Ну, в любом случае, вам выходить с Марфой на улицу сейчас небезопасно, потому что эти негодяи могли вас выследить. Вы выйдете, и они вас сцапают. О, Господи. А брать гостиницу штурмом, это дело гиблое. Алло, Вероника Павловна, здравствуйте. Маня, Маня, подождите, послушайте. Что случилось? Я думаю, что вам тоже не стоит ходить одной. Это почему? Потому что, если вы говорите, бандиты за нами следили, значит, они знают, что статуэтка у нас. Значит, вы подвергаетесь такой же опасности, как и мы с Марфой. Да, логично. Вот, поэтому мы пойдем вместе. Я вас втравила в эту историю, и я пойду с вами. Ну, давайте начнем с того, что не вы втравили, а вот идея пойти вдвоем мне нравится. Вот. Тогда я за Марфой и возьмем собаку. Нет, и Марфа, и собака останутся здесь, девочка тут будет в полной безопасности. Так что идем. Вы не понимаете, Марфа не остается одна. С Марфой останется Волька и ваша замечательная Тося. Мы сейчас все это организуем. Можно телефончик? Да, конечно. Спасибо. Ребята, там три метра от здания поставите, и до обеда надо закончить. Понятно? Как хорошо. Странно. Я должна бояться, а я как будто в отпуске. Ну, некоторым образом, так оно и есть. Вы же получили увольнительную. Ой, Лёля, а хотите мороженого? Ой, нет, нет, спасибо. Я не ем все. Фигуру бережу? Да. Понятно. Тогда я тоже не буду. А с кем мы встречаемся? С дамой, у которой на голове венец безбрачий. Что у неё на голове? Венец. Её кто-то полюбил, а другой разлюбил. И та другая её заколдовала. Вы шутите? Ничуть. Она приходила к тёте в тот же день, что и вы, и просила этот венец с её головы снять. А тётя обещала. Вероника Павловна! Здравствуйте. Здрасте. Вы меня, наверное, не помните. Вы помощница, да? Эмилия Ясновидящая. Да. А это моя ассистентка Лёля из Козельска. Лёль, присаживайтесь, пожалуйста. Ассистентку ещё зачем-то приволокли. Мне и так стыдно, что я этой ясновидящей вашей поверила. Деньги заплатила. И что? Да ничего. Тогда домой как на крыльях летела. Она мне велела мороженое купить. Я прибежала сюда, в очередь встала. Стою, стою, а потом как перена с глаз упала. Думаю, господи, зачем мне это мороженое? Я же взрослый человек, а верю в чудеса какие-то, как девчонка. Я вышла из очереди и пошла домой. А венец? Безбрачие. Венец при мне. Так что так и передайте Эмилии вашей. Шарлатанка она. Вероника Павловна, а вы к ней больше не приходили? Зачем? Чтобы она мне опять голову морочила? Нет, ищите других клиенток, у которых денежки не переводятся. И не звонили ей. Господи, да никому я не звонила. И вы мне больше не звоните. И на встречи не приглашайте. Всего хорошего. Подождите, подождите. Но ведь вы же не сделали то, что она вам сказала. Не сделали. А на нее обижаетесь. Господи, а что это там делать-то? Чепуха какая-то. Ну, хотите, я сейчас пойду куплю мороженое. Хотите? А вот хочу. Здрасте. Будьте добры, эскимо. А зачем ей мороженое? Так сказала тетя. Спасибо. А еще она сказала, что она к нам больше не придет, потому что будет занята предсвадебными хлопотами. Тебе Васька поможет все это сделать. Ой, мужчина. Ой, ради бога, простите. Что ж такое-то? Извините, не доглядел. Не доглядел он. Ну что ж вы ходите, не глядя. Ну, так ведь убить можно. Девушка, простите. Батюшки. Ну, ради бога, простите. Ну, куда вы смотрели-то? Ну, говорю же, виноват. Не доглядел. Виноват. Ворон считали, что ли? Виноват. Считал. Вон еще яблоко. Сейчас. Пожалуйста. Руки все липкие, в мороженом. Так это, идемте, я вас провожу умыться. У меня тут бытовка за углом. Там вода есть, все как полагается. Я прораб на стройке. Меня Федя зовут. А вас? Ника. Мою дочку тоже зовут Ника. Вероника. Ей девять. Она в третий класс пошла. Бойкая такая. И умная очень. С женой-то мы в разводе. А Никуша со мной. Красивая и видит. Да. Давайте я вам помогу. Ой, тяжелая. Да как же теперь заведено-то, чтоб женщины такие тяжести таскали, а? А кому таскать-то? Мужа нет, и я одна. Вот ни за что не поверю, чтоб такая красивая женщина была одна. Идемте, я вам покажу, тут рядом бытовка. Там вода есть горячая, холодная. Три дня уже тут мы. Три дня? Ох, ну что же, Лёля, значит, Веронику Павловну из списка подозреваемых мы смело вычеркиваем. А что, есть список? Есть. И более того, Лёлечка, вы этот список возглавляете. Я? Угу. Ой, секунду. Да? Я не знаю, я сейчас спрошу. Тоса спрашивает, можно им с Марфи немножко погулять? Конечно. Но все непременно у медного всадника. Тоса, спасибо. Ладно, да все, до свидания, пока. Как ты? Идем? Алло. Ну что, мы встречаемся? Сказалось, что они пообедали, погуляли с Волькой, порисовали. В общем, все было хорошо. Ну вот видите, а вы переживали. Тоса очень ответственный человек. Да, просто это вы с ней хорошо поговорили. Марфа, ты посмотри, вот это Петр Первый. Этот человек построил город, в котором ты живешь. Да, кстати, Лёля, у меня тут будет еще одна важная встреча, вот только вы не пугайтесь, хорошо? А, мы, наверное, вам мешаем. Отнюдь. Очень хорошо, что мы вместе. Пойдемте. Уважаемые жители и гости нашего города, приглашаем вас на обзорную экскурсию в поддержку по каналам «Канк Петербург». Сергей Петрович! Не торопись, Марфуша. Добрый день. Лёля, а это вот Сергей Петрович Шорохов. Мы должны ему передать документы. Сергей Петрович, а это моя подруга Лёля из Конотопа и ее дочка Марфа. Сергей Петрович, вы совершенно зря на меня обозлились. Ваши документы в целости и сохранности. А про телевидение мне пришлось вам наврать, потому что я прекрасно понимала, что вы со мной не будете разговаривать. А папку возьмите. Как тебя зовут? Марфа. Марфа. Я не с вами разговариваю. А это у тебя кто? Она не разговаривает с незнакомыми. Я вот только не пойму, это собака или поросенок? Собака Волька. Собака Волька? Такое хорошее имя для девочки. Это мальчик. Мальчик? Угу. С ним, наверное, нужно много гулять, да? Ты любишь гулять? Ты гуляешь с ним? Я его глажу. Можно я тоже поглажу его? Ольга хороший, добрый. Спасибо тебе. Пожалуйста. Сергей. Оля. Вы не спешите? Может, мы погуляем? Я? Нет-нет, они не спешат. Марфа, может быть, мы погуляем? Ты не против? Лёля, ну что мы стоим? Идите, идите, идите скорее. Е-е-е. Подождите. Я с вами. Чудеса. Как ваши дела, Маня? Господи, боже мой. Лев, вы меня так напугали. Простите. А я решил выйти погулять, подышать чистым воздухом. Смотрю вы. М? Шарики голубые, красные. Шарик хочешь? Всех форс. А я вспомнил эту женщину. Она приходила к Эмилии. Почему они с ребёнком сейчас живут у вас? Потому что. Потому что к ним приходили бандиты. Угрожали. Требовали, пугали. И хотели, чтобы Лёля отдала то, что она якобы взяла у Эмилии. Сильно пугали? Сильно. Тем не менее, вы продолжаете разгуливать по городу в поисках убийцы. Вы преступная легкомысленная особа. Что вы вообще такое говорите? Никакая я не легкомысленная особа. Вот молодые барышни, которым жить скучно, вот это легкомысленная особа. А мне жить не скучно. Я не знаю, как вам объяснить. Но я должна, понимаете? Я не понимаю. Я правда не понимаю и считаю, что вам нужно прекратить ворошить это осиное гнездо и скорее уехать в Москву. Прямо сейчас. Хотите, я возьму билет? Лев, я в Москву не поеду. Тогда сделайте одолжение, отобедайте со мной. Я полагаю, ваши новые знакомые прекрасно проведут время и без вас. Тем более, они сейчас под охраной Волькин. Ну да. Пожалуй, вы правы. А знаете что? Я действительно с вами отобедаю. Потому что, если сказать честно, я так проголодалась. Это хорошо. Тогда еще одна просьба. Вы не откажетесь принять от меня маленький подарок. Шляпа. Нет, вы просто, да вы, вы просто, вы просто сумасшедший. Ну, почему же сумасшедший? Я специально выбирал такую, чтобы вы ее могли надевать, снимать, мять, класть в рюкзак. Обалдеть? Маня, какая же вы красивая, с адекой выдумкой на голове. Я через полчаса жду вас внизу, выхода. Она вам очень идет. Маня, во что ты уляпалась? Шляпу. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Завернем, доставим», не сломаем. У меня посылка для Марины Покровской, она же Мария Поливанова, она же просто Маня. Не подскажете, где оно у вас здесь обосновалось, или, быть может, я не дай Бог, ошибся гостиницей? Секундочку. А что там? Где? А, здесь, да Бог его знает. Анна, вот я помнится, в детстве мечтал под Новый год о железной дороге. А получал в Москву обезьяну. В юности ждал «Мерседес» или, на ходу и конец, трехкомнатную квартиру, но находил под елкой исключительно собрание сочинений Всеволода Кочетова. А кто такой Всеволод Кочетов? Писатель. Один такой писал о руководящей роли партии в жизни советского гражданина. Ваша шляпа требует ветра и свободы. Мария Поливанова, 209-й номер. Спасибо. Если что, я. В 209-м. Угу. До свидания. Ага. Завтрак у вас в Украине. Епическая сила. Поехали. Если бы я не села в кабриолет, колесо судьбы не сделало бы очередной поворот. Лев, тетя ни в чем не виновата, по крайней мере, настолько, чтобы ее убивать. Ну, вчера я узнала, что одна ее клиентка задолжала ей огромную сумму денег. Другой страшно ненавидит экстрасенсов. Я хочу знать, что привело к ней вас. Мое дело к вашей тете было весьма секретным. Оставьте меня на потом. Займитесь мной в самую последнюю очередь. Раз пошли на дела, я и Алекс Лорар. Я нашел Маню. Что с ней? Где она? В какой гостинице? Она не в гостинице. Она в кабриолете. Что? В кабриолете. Куда вы меня привезли? Я знаю этот дом. Терпи, Неманя. Скоро я вам все объясню. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чей этот дом? Ваш? Нет, я его снял. Правда, потом мне пришлось переехать в Англию. А почему пришлось? Потому что я не собирался жить в отеле. Тогда почему переехали? Чтобы быть рядом с вами, отсюда контролировать ситуацию я не мог. Боже мой! Лев! Это тюльпаны! Да, тюльпаны. А еще вы любите пионы и гвоздики. Играя! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Даже не подходите ко мне! Если вы меня убьёте, тогда вы ничего не узнаете, а так я смогу всё объяснить. Ну или почти всё. Сядьте. Тихо. А позвольте мне пока не отвечать на ваш вопрос. Я хотел обезопасить вас хоть на короткое время, поэтому привёз сюда. Вытащил сим-карту из телефона, дабы умерить вашу активность после того, как вы проснётесь. Я рассчитывал, что раскрою убийцу за день, вечером вернусь, всё вам расскажу. А получилось так, что вы сбежали. В итоге я убийцу не нашёл и вас недооценил. Субтитры сделал DimaTorzok Я думала, что я сошла с ума. Мама! Вообще, Лев, это свинство. Да, согласен. Ну, совсем чуть-чуть. Допустим, вы друг к тёте. Но вы же могли её и убить. Мог. Но мне, если вы так жаждете продолжать расследование, вам самой предстоит выяснить, убийца я или нет. Вы ужасный человек. Нет, я не ужасный. Я просто занудный. Я ведь вам говорил, продолжайте писать книги. А то совершенно нечего читать. Ну, как это нечего читать? Очень много прекрасных книг из замечательных, талантливых авторов. Например? Алекс Лорейр. Не читал. Ну, а вы почитайте. Не буду. Да нет, почему же? Жизнь коротка, а у меня ещё столько греков не читано. Не обижайтесь, Мань, я люблю детективы. Обо всём остальном я могу найти, что почитать без современной прозы. Она порой необоснованно многозначительна. Мне нравится, когда сначала подлый преступник отравляет жизнь хорошим людям, а потом этого негодяя убивает киллер. И киллер, в принципе, убивает только плохих людей. В этом я не вижу подвоха, не вижу, простите, пожалуйста, попытки меня надуть, выдать ординарный текст за какую-то большую философию. Детективы не прикидываются великой прозой. Что это? Надо полагать, это музыка. Маня. А вы... вы серьёзно? Сейчас серьёзно. Нет, Лев, но, простите, у меня нога. А мы попробуем, очень аккуратно. Я вам помогу. Не спеша встаём. На две ноги. Оп. Хорошо. Хорошо. Не болит? Нет. Не болит. Ну, а что же мне теперь делать с тростью, которую вы подарили? Ну, вам никто не запрещает ходить с ней. Для форса. Слушайте, Лев, кто вы на самом деле, скажите? Я по образованию журналист. Часово-часу не легче. Но в средствах массовой информации никогда не работал. Маня, дело в том, что я... Дай всё с такого закона. Алекс? Маня, ты готовишься к похоронам? А что ты тут делаешь? А я... это не важно. Нет, Алекс, это важно. Ты что, меня выслеживал? Нет, я искал тебя. Нам надо поговорить. Здрасте. Отойдём в сторону. Алекс, я хотела бы вас представить друг другу. Это Алекс Ларер, в миру Александр Шенгирей. А это Лев Граф, граф Лев. В миру? Да. Да. Пойдём, пожалуйста, я... Я приехал, как ты хотела. В том-то и дело, как хотела я. Не так, как хотел ты, а как хотела я. Маня, ну давай сейчас не будем устраивать сцен при похоронном агенте. Я люблю вас, Ольга. Я люблю вас, Ольга. Как одна душа поэта. Значит так, это не похоронный агент, и это очень хороший человек. Вы знаете, Лев, я вот часто себе говорила, Манечка, родная моя, а что ты хочешь? Ты же живёшь с гением. Гениальность — это болезнь. Это ты должна служить ему, а не он тебе. А потом, Алекс, ты знаешь, я один раз себя спросила, а готова ли я служить честно, без лицемерия. Маня, ну ты просто устала. Нет, ну, Алекс, ну как ты не понимаешь? Я не устала. Мне надо от тебя внимание, поддержка и внимание. Но ты не можешь меня поддержать, потому что ты занимаешься только собой. Это твой выбор. Лев, будьте добры, тросточку, которую вы мне подарили. Спасибо. Да, кстати, следить — это подло. Ну что? Ну что, что? Ну что там? Маня. Маня? Угу. Маня, всё. Поехали. Вот ваш паспорт. Давайте телефон, я симку вставлю. Мань, право слова, я... Я не думал, что так получится. Да вы-то тут ни при чем. Ну да, я тут ни при чем. Знаете, Лев, мне ещё нужно поехать кое с кем встретиться. Расследование ещё не закончено. Машина в вашем распоряжении. Эмилия передумала? Жадность взяла верх, но я так и знала, не упустит она своего, ваша гадалка. Тогда я буду у вас через полчаса. Учтите, говорить я с вами буду только о гонораре. Никаких вопросов по деле. Как скажете? Маня, Маня, спасибо вам огромное. Марфа не отходила от Вольки ни на минуту. Да на здоровье. Ага. Ты мне лучше скажи, как прошла ваша прогулка с Сергеем Петровичем? Да, хорошо прошла. Он спросил мой номер, я сказала. Угу. Понравился инженер-мостостроитель? Непримиримый борец с неопознанным. Ну, он очень хороший человек. Значит, понравился. Да я его совершенно не интересую. Просто Марфа похожа на его дочь. Лёля, для барышни из Каргополя ты слишком раскидываешься питерскими кавалерами. Да какие кавалеры, Маня? Правда, не надо выдумывать. Выдумывать? Моя профессия, Лёленька. Дюша! Ничего себе! Ну, это я, Маня. Устал? Ба! Вот так встреча на Эльбе. Да, а что ты тут делаешь? Катаешься на просторах? Да если бы. Была бы моя воля, я бы покатался. А, нет, ну правда. Ты тут работаешь? Как каторжный. Здравствуйте, Эдуард Владимирович. Здравствуй, Коля. Слушай, Мань, а хочешь, я тебе экскурсию проведу? Погоди, а ты кто тут есть-то? Я-то? Президент. Ну, холдинг у меня. Вакуумные установки делаем для газовых аппаратов. Пойдём покажу. А я с собакой. Маня, тебе можно. Проходи. Чувствуй себя как дома. Какая тут красотища. Здорово, орлы и орлицы. Здравствуйте. Добрый день. Полчаса меня не беспокоит. У меня гости. Смотри. Значит, тут у меня проектировщики сидят, а вон там у меня бухгалтерия, плановый отдел и снабженцы. Ну, а это, собственно говоря, мои апартаменты. Проходи, проходи, не стесняйся. Впечатляет. Так, какими судьбами? Решила поменять свою печатную машинку на газопровод? Нет. Я пришла пообщаться со своей подругой. Да, она твоя сотрудница, представляешь? Так давай ее вызовем на ковер. Как зовут подругу-то? Ирина Горохова. Ишь ты. Работать надо лучше. Так мы, получается, почти что родственники с тобой. Дюш, у нас тут заказчик слетел. Ира-то подождет. Давай с заказчиком попозже разберемся. А к тебе подруга явилась. Здрасте. Дюша, а можно мы с Ирой пообщаемся наедине? Ладно. Общайтесь. А я пока пойду поруковожу малость, чтобы народ не расслаблялся. Угости подругу кофе. Ну и что за цирку устроили? Вы что, знакомы с Эдуардом Владимировичем? Да, знакома. Зачем вас Эмилия прислала? А могу я задать вам несколько вопросов? Каких вопросов? Когда вы были на приеме у Эмилии, вы видели ее в последний раз? Первый и последний раз. Вы же там были и слышали, она отказалась мне помогать. Она сказала, что вы затеяли какое-то черное дело. Мои дела вас не касаются. Если вы здесь, я так понимаю, она передумала? А вы обещали большие деньги. Я так и знала, что как только Эмилия увидит сумму прописью, сразу забудет про свои принципы и сделает все, что мне нужно. Эмилию убили на следующий день после вашего прихода. И мы пытаемся выяснить, кто это сделал. Вы из полиции? Нет. Я у Эмилии никогда не была. Я вообще не понимаю, о чем речь. Вы извините, мне работать надо. Ирина, понимаете, Эмилю задушили, и мне очень важно найти, кто это сделал. Я вам еще раз повторяю, никакой Эмилии я не знаю. Вас вижу первый раз в жизни. Понятно. Не смею больше вас отвлекать. Извините меня, пожалуйста. Волька, за мной. Еще и с собакой приперлась. Ну что, Волька, мы с тобой отличную команду. Давайте взяли Магданск. Полина. Ой, это вы. Глазам не верю. Да, я боялась, что вас не застану. Ой, так хорошо, что вы приехали, Марина. Это просто замечательно. Да, только назвайте меня Маня. А вы меня Поля. Мы сейчас чай организуем, самовар поставим. Вы любите чай из самовара? Да, Полечка, я очень люблю чай из самовара, но у меня сейчас не очень много времени. Вы не могли бы уделить мне несколько минут? О. Ну, тогда присядем. Конечно. Слушаю вас. Я сейчас попробую вам все объяснить. Ну, хотя нет, объяснить у меня, наверное, ничего не получится. Мне это очень нужно для расследования. Вы только не обижайтесь, пожалуйста. Детективного. Для нового романа. Почти. Поля. Так. Вы что-нибудь мне можете рассказать вот об этом человеке? Где вы взяли эту фотографию? У Ирины Гороховой. Мы с ней знакомы. Это ваша подруга? Это моя сестра. Хип-хоп – это главная музыка планеты. Никакие комменты не смогут пояснить суть ее философии. Это надо видеть. Хара. Хар, к тебе маня пришла? Поцепишь комментам? Ага. Хеллоу! Привет. Задрали меня ролики эти. Молочу, как папа Карло. Им все мало. Кара, я монтирую и выкладываю. Давай. А кому мало? Ну, кому? Подписчикам, фолловерам. Собачка. Ясик, если у меня будет собака, я буду любить тебя еще больше. А тебя что прислали-то? Мы же вроде четвертого договорились. Обстоятельства изменились, мне надо с тобой поговорить. Говори. Ну, хотелось бы наедине. Ну, говори скорее. У меня сейчас еще одна съемка. Эмилию убили. Да ты гонишь. Задушили. И это не шутка. Кара, кто тебе ее порекомендовал? Надюха, подруженца моя. А что такое-то? Скажи мне, а ты звонила ей после прошлого визита? Так все, нафиг эти вопросы. Ты что думаешь, это я его хайдокала? Или похайпить на мне решила? Кара, послушай, я разобраться хочу. Но ты же сомневаешься, что Исон тебе пара? Кара. Что? Человека убили. К Эмилии приходили люди. Ты в их числе. И Исон тоже приходил. Ты давно его знаешь? Недавно. Мы в Монако познакомились. У него команда дэнсеров. Хип-хоп отжигают. А что тебя в нем смущает? Да не знаю. Мне семья нужна. Детишки. Ясик красивый, значит детки будут красивые. Добрый не дерется. Не дерется, значит добрый. Что ты еще про него знаешь? Да в том-то и дело, что ничего. Волька, не спеши. Ой. До свидания. Еще раз я тебя с Карой увижу, убью, поняла? Что? Что твоя гадалка своего жениха припасла, что ли? Только со мной шутить не надо. Об стенку как соплю размажу, ясно? Что молчишь? Ясно? Ваш кофе. Что будете пить? Чай, кофе, вино. Может быть, сеньора желает что-нибудь покрепче? Чай. Сеньора. Доставочка, любезная сеньора. Распишитесь. Курьер. Вы работаете курьером. Бывает. Бывает работаю. Ну, точнее, подрабатываю. Как хорошо-то, сто лет не было на воде. Угу. Марфушенька, смотри, там растральные колонны. Марфа, а вот это Петропавловская крепость. Волька, смотри, а там крепость. Кто этот приятный молодой человек? Это клиент Эмилии. Он пришел к ней и сказал, что ищет свою мать. А она его выставила. Сказала, что он врет и что у него в кармане оружие. Так и было? Да. Он врал, и у него в кармане был газовый пугач. Как думаете, Лев, она видела? Не знаю. В последнее время я стараюсь не отрицать все категорически. Ваша тетя была хороший психолог. А я последний раз на севере плавал. На Мараэсах. Ой, а что это такое? Это малые рыболовные сейнеры. Мы на них ходили на Дальнем Востоке, на Гатинской бухте. Китов видели. Надо же. А мне очень хочется в Пушкинские горы. Я там никогда не была. Ну, значит, поедем. Да пуского тут рукой подать. Как хорошо, что вы не сняли самый большой в мире атомный ледокол Арктика. Ну да, он как раз ушел к полюсу. Кто вы такой? Подпольный миллионер Корейка? Нет. Я издатель. Обыкновенный издатель. Правда, мое издательство находится в Париже. Ну, наконец-то. Что вы издаете? Детектива, ну, не смотрите так на меня, мой. Я приходил к Эмилии поговорить о вашей персоне. Рассчитывал вас заманить к себе, предложить выгодный контракт. Первоначально мой интерес был сугубо коммерческим. А потом я влюбился в вас с первого взгляда. Так бывает? Получается, что бывает. Ну, значит, вы говорили с Эмилией обо мне? Да. И что она вам сказала? Ну, она считала, что вы должны заниматься своим любимым делом, а вы ленитесь, прячетесь за житейской суетой. Она волновалась за вас, потому что такие подмены наказуемы. Как продвигается ваше расследование? Мне кажется, что оно зашло в тупик. Я расследовала все, кроме убийства тети. Здрасте. Здравствуйте. Извините. Извините. Ничего, ничего. Кортензии тут. Я прям любуюсь. У меня у самой этой дачи срода не было. А у Феди моего участок загляденье. Присаживайтесь, Вероника. Извините. Руки уберите. Я прекрасно могу идти сама. Надеюсь, мне объяснят, что тут происходит. А, это вы. Опять. Здравствуй, Ира. Привет. Ирина, Эдуард Владимирович пригласил вас по моей просьбе. Я так и знала, что это ваши происки. Так, это что такое? Ирина, я прошу прощения, но отсюда никто не уйдет без моего разрешения. А вы вообще кто такой? Лев Сергеевич. Присядьте. Как только закончим, все будут свободны. Учтите, я этого просто так не оставлю. Суровая барышня. Да. Я понимаю, что кое-кто пришел сюда без удовольствия, и тем не менее, я благодарен всем присутствующим за то, что никто не отказался от встречи. Да я бы стопудово отказалась бы, если бы спонсор не позвонил. Ну и зачем же вы нас здесь собрали? Чтобы поставить все точки на дыр в причинах смерти ясновидящей Эмилии. Эмилия, она была моим добрым другом. И мы пытаемся разобраться, кто мог ее убить. Мария Алексеевна, начинайте. Я встречалась с каждым из вас для того, чтобы понять, был ли у кого-нибудь мотив для убийства. Ольга задолжала Эмилии крупную сумму денег. Да. Сергей Петрович ненавидит экстрасенсов. Вероника Павловна была обижена на Эмилию за то, что заплатив за сеанс, она не получила желаемого результата. Уже получила? Да. Ирине Эмилия отказала в выполнении ее черного дела. Вранье, никакого мотива у меня не было. Но, во всяком случае, Эмилия знала, что вы хотите сделать, и этим было для вас опасно. Полина, ваша сестра задумала заполучить Эдуарда Владимировича и убрать вас со своего пути. Порча, сглаз, проклятие, эдакие жены, любовные привороты для мужа. Ну, как-то, по-моему, так, да? Все, хватит. Выпустите меня немедленно! Отпусти ее. А вот это уже похоже на признание. Я не удивлена. Однажды Ира уже пыталась это сделать. Полин, называй вещи своими именами. Однажды она это сделала. Пять лет назад наша Ира увела меня из семьи. Я не знаю, что тогда она меня нашла. Но поступил я, как полнейший мерзавец. Полина была тогда беременна, и когда узнала... В общем, ребенка мы потеряли. Господи, какой кошмар. А потом, потом Дюша сильно разбился на мотоцикле, и Ирина мне его вернула. То есть, как вернула? Он что, чемодан, что ли? Обыкновенно. Привезла, сказала, забирай. Мне такой не нужен. Ты женатый, ухаживай за ним. Полина меня выходила. И простила. Нас теперь отбойным молотком не разделить. Да, но Ирина, видимо, другое мнение. Так, стоп. Снято. Ну, вы все молодцы, конечно. Только я-то тут при каких делах? У меня-то мотива точно нет. Да ты, Кара, вообще не при каких делах. При делах твой возлюбленный, Ясон. Он в этот день заказал посылочку. А в посылочке была дурь. Наркотики. Дело уголовное и подсудное. И он дал курьеру адрес Эмилии на всякий случай. Ну, если вдруг что случится, чтобы на него не подумали. Правильно? Солнышко, я тебя тут подожду, да? Ясон рассчитывал дождаться и перехватить посылку у тети. Но Кара его выставила. Пошел вон. Посылку принесли. Так называемая закладка была сделана в игрушечной собаке. Эмилия это поняла, достала наркотик и выкинула ее. Куда выкинула? В унитаз спустила. Собственно, глазами видел. На следующий день Ясон пришел за игрушкой и стал случайным свидетелем того, как тетя отдала собаку Ольге. Оля, гладите хатэ и думайте о заветном желании. И еще. Отдайте это Марфе. Отдайте, отдайте. Отнять игрушку он побоялся, но проследил. И потом заявился к Ольге с поддельником. Вертай назад, что у ведьмы взяла. Не отдашь, я тебя и крысенку твою на куски порежу. Напугав Ольгу до полусмерти, этот негодяй искал в комнате собаку, а Ясон стоял на стреме. Она? Да вроде она. В итоге к наркотикам наш танцор добавил себе еще и разбой. Черт, пусто. А это вы не докажете. Меня там никто не видел. Лёля. Похож? Вот, пожалуйста. Марфа тебя нарисовала. Кара, не хотела тебе говорить, но в тот день после сеанса Эмилия мне сказала, что твой сончик никуда не годится. Реш. Вас познакомили специально для того, чтобы он прикарманивал твои деньги. А это правда? Да урод! Ну что ж, пока Мария Алексеевна устанавливала мотивы, я зашел с другой стороны и пытался установить, кто же в принципе мог совершить это убийство. Ну и кто же? Точно не вы. Вы в тот день уехали на стройку и пробыли там до позднего вечера. Совершенно верно. Я руководил динамическими испытаниями моста. Да. И были там на виду. Вероника Павловна с двумя своими подругами пошла в кино. Да. Отсутствующая Ирина в этот день занималась фитнесом, потом со своим тренером ушла к нему домой и пробыла там до утра. Кара. Вас я лично встретил на вечеринке в честь открытия нового ресторана. Точняк. Забыла напрочь. Мы там так ужрались. А этот, кстати, был со мной. Да. Когда я пришел, как раз этого оттуда выносили. А вы, Ольга Александровна, в этот день вы были в стоматологической клинике и пробыли там до полуночи. Я там убираю три раза в неделю. Таким образом, получается, что у всех фигурантов этого дела есть алиби. Кто же тогда убил Эмилию? Манюнечка! Жаль моя. Ух, все краше и краше. Да у тебя-то, я тоже, смотрю, вон и погоны сияют. Ну что, Игорь Владимирович, как мне к тебе обращаться-то? Генерал-губернатор или ваше высокопревосходительство? Да прекрати ты, ну, обращайся, как хочешь. Да, все одно тут. Хоть и звезды большие, а заботы те же. Тут все бумажное волокиту разгребать. Ты садись, а то стоишь, как по полной на именинах у архиерея, как перебралась в Москву. Совсем про старика забыла. Виновата. Ну, это само собой. Приехала б по-человечески, посидели б с тобой друг с другом, поговорили. Ну, так, видишь, в трудах вся, аки пчела. В трудах, говоришь. Только баки мне заливать не надо. Кабы в трудах была ты бы к Эмилии, царствие небесное, секретарствовать не поехала. С ужином ряженом беда огорчения. Что, опять печатную машинку поделить не можете? Как всегда. Сканируешь ты меня на раз. Да чего мне тебя сканировать? Знаю тебя, как облоплено. Так, давай, ладно, по существу. Давай. Ну, просьбу твою я, конечно, выполнил. И опера твоего котейка на разговор пригласил. Сейчас должен прибыть. Только, Манюня, овечка ты моя ненаглядная. Ну, что ж ты опять не в свое дело-то ледишь, а? Приключения на свою пятую точку сооружаешь. Ты же знаешь меня. Ну, не могу я, понимаешь? Ни жить, ни спать спокойно, пока он по земле ходит. Я бы его собственными руками подздушила. Понимаешь? Манюня. Разрешите, товарищ генерал-майор? Заходи, капитан. Ну, представлять друг друга у вас, я так понимаю, не надо. Здравствуйте, Мария Алексеевна. Да, здравствуйте, Николай Михайлович. Так, обрисовываешь капитану котейка суть проблемы. И далее, до свидания. Передашь бразды правления профессионалам. Как получится. Товарищ генерал, если с ней что-нибудь случится, меня мое начальство в лоскутки порвет. Капитан, я с твоим начальством, если, не дай бог, что проблему урегулирую. Это ты не боись. А если с ней что-то случится, я сам тебя на лоскутки порву. А вы же запись камеры, что у подъезда висит, вы проверяли? Конечно, проверяли. В данный временной промежуток никто на лестницу не входил, и с лестницы никто не выходил. А соседний подъезд? Там просто можно через крышу. Откуда знаешь? Сама лазила? В соседних парадных записи тоже изъяли. Сейчас их отрабатывают. А можно посмотреть? Вы же их взяли с собой? Да, конечно. Здесь никого нет. Следующий временной промежуток. Да, тут тоже никого нет. Так, дальше. А можно вот это? Ну, назад. Вот так. Да, и ну-ка, покрупнее, пожалуйста. Вот это крупнее. Крупнее. Стоп. Игорь, я знаю, кто убил тетю. Товарищ генерал. Что? К ней кто-то подошел. Пунктуальности стервец не отличается. Сделай погромче. Угу. В общем, вы тогда ушли, я подумал. Где-то я видел эти глаза напротив. А потом, да, вспомнил. В телевизоре. Вам никогда не говорили, что у вас очень выразительные глаза. Я бы с удовольствием написал ваш портрет, если бы не субборное обстоятельство нашего знакомства принесли. Буддайха-шан. Один из семи богов счастья, бог веселья и благополучия. Там внутри золото. Вам известно? Вы из-за этого золота Эмилю Поливанову убили. Чушь. Ерунда. Идиотская, несуразица. Причем тут золото? Мне счастья в жизни не хватает. Уважаемая Марья Алексеевна, обыкновенного счастья. Я вообще не собирался ее убивать. Если б ваша Севилла отдала мне его по-хорошему, все кончилось бы без кровопролития. Но она же начала сочинять, что Хатыдия сам выбирает себе хозяина, что она тут ничего не решила. она пыталась меня обмануть, спрятала его. Нет, нет, нет. Она действительно отдала его другому. Глупо. Очень глупо поступила ваша тетя. Что вы за него хотите? Мы договоримся. Если вы ответите на мои вопросы. Спрашивайте. Скажите, как вы узнали о Хатыдия? От знакомой Сереги Шорохова. Она была клиенткой вашей ясновидящей, мадам. Когда она пришла, Эмилия отдала ей почесать животик толстяка. А знакомая-то оказалась искусствоведкой. Сразу поняла, что вещество непростая она. Тогда я узнал у Сереги адрес и пошел посмотреть сам. Боже. Какая прелесть. Прелесть. Слушаю ваш вопрос. Видите ли, глубоко уважаемая Эмилия, я художник и уже давно так сказать не в фаворе. Так вот, может быть, существует какой-нибудь способ возбудить движение энергетических слоев, призвать вдохновение. А ваш тетка была не промах. Сразу поняла, что я пришел не за вдохновением и выставила меня за дверь. А я пришел во второй раз. это вы? Если на прием, то он закончен. У секретаря запишитесь. Я все-таки зайду. А дальше следственные органы, я думаю, уже восстановили картину преступления. Хватит, а грустно, мадам. Давайте, Хатэ. А, ну, тетя сказала, что Хатэ сам выбирает себе хозяина. Помните? Я думаю, мы с вами слегка подкорректируем этот постулат. Маня! Алекс, какого черта? Мне надо тебе кое-что сказать. Капитан. Леша, гони! Убери руки от меня! Ах! Отойди! Ах! Такой! Тацела! Алекс, ты мог все испортить. Стоять! Маля Алексеевна, все хорошо? Капитан, быстро! Дальше мы сами. Руки! Что ты хотела у меня спросить? Мань, поехали со мной на Москву, А может быть, в Париж? Ну что, жаль моя героическая. Поехали в управление. Нам с капитаном надо записать твои показания. Ну, ну, не надо, ну, не надо. Я могла бы остаться, но я поехала с генералом. Привет, старик. Эмилия считала, что ты волшебник. Глупая ты, женщина Мария. Никакого волшебства не существует. Все это мракобесие. Существует лишь наша способность верить в чудо. то есть главный вопрос можем мы верить или не можем? Главный вопрос, Мария, это как ты начала писать и откуда берешь сюжет. эй, лoxо, элька, 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон